Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня мы с вами сделаем блюдо, которое будет укреплять ослабленные сердца. Как древние говорили, подобное укрепляется подобным. Мы с вами будем использовать для укрепления сердца, естественно, другие сердца, сердца животных. А именно мы будем с вами использовать куриные сердечки. Для этого мы сначала их подготовим. Надо их помыть. Мы их тщательно моем. После того, как мы их помыли, мы должны обработать. Вот это сердечко у нас сразу пойдет. Мы его разрезаем напополам. Вот. И выкладываем сюда. Это сердечко также пойдет. Напополам. Сюда. А вот это вот нам надо удалить. Поэтому это отрезаем. Выбрасываем. Сердечко разреждаем вдоль. Сюда кладем. Точно так же вот это обрабатываем. Лишнее обрезаем. Разрезаем его поперек. И так подготавливаем еще несколько сердечек. Ну, нам хватит вполне примерно штучек от пяти до десяти. Больше нам и не надо. Вот. Подготовили. И еще одно. И вполне достаточно. Теперь мы с вами возьмем, сюда еще добавим немножечко лучка. Ножичек ополоснем. Лучше всего брать другой ножичек. Для овощей мы будем использовать вот такой вот нож. Сердце современного человека испытывает колоссальную нагрузку. Постоянные какие-то нервные переживания. Это раз. Второе. Это отсутствие двигательной нагрузки. Два. Все это, естественно, ослабляет наше сердце. Оно становится гораздо меньше. И оно начинает у нас давать сбои. То есть, тогда, когда вдруг мы начинаем подниматься на этаж. Или заволновались. Или еще резко возрастает какая-то у нас двигательная активность. То мы не можем полноценно ее выполнять. Почему? То потому что сердце начинает испытывать нагрузку, которой оно не подготовлено. И начинает, естественно, давать сбои. Мы чувствуем, что ага, закололо. Возникает отдышка или иные другие симптомы неприятные. Поэтому, для того, чтобы этого не было, конечно, двигательную нагрузку никто не отменял. Это сразу же я вам скажу. Вот. Но, тем не менее, нам надо давать и питание. Питание. Еще раз повторю. Древние говорили подобное. Укрепляется подобным. Которое бы способствовало тому, что будет питать наше уставшее сердце. Требующее хороших, полноценных белков. Итак, мы сюда положили лучок. Лучок, что еще способствует? Сердце это орган, который теплый. И ему для жара не хватает, естественно, особой теплоты, которая имеется у нас в специях. А именно, в лучке. Тщательно мы все это перемешиваем с вами теперь. Для того, чтобы приготовление сердца произошло лучше, добавляем пару ложечек сметаны. Вот. Все это тщательно мы с вами перемешиваем. То есть, мясо требует своей специфической подготовки. Значит, лучок сметанка. Лучок, с другой стороны, еще будет его и обеззараживать обязательно. Сметанка смягчать. И еще вот добавляются различные специи для, допустим, приготовления птицы, рыбы. И мы с вами добавим. Примерно одну чайную ложечку. Много добавлять не надо. Все это мы с вами перемешали. И оставляем. Оставляем примерно минут на 10. Чтобы все это у нас смочилось, пропиталось. И потом лучше приготовилось. Пусть это готовится. А пока, тем временем, мы с вами займемся следующей важной вещью. Вы, наверное, слышали о том, что имеются стволовые клетки. Это такие клетки, можно сказать, такие младенческие. Если их подсадить в любое место, как говорят ученые, они начинают, они приживаются там и начинают приобретать структуру тех клеток, среди которых они оказались. Так вот, оказывается, белки яйца обладают такой способностью. А именно, из них образуются цыпленочек, образуются кости, образуются связки, образуются мышцы. Все образуется у нас из яйца. Поэтому, если белочек яйца облучить энергией и информацией сердца, пускай это там куриное сердце, пускай это будет там свиное сердце, пускай это сердце будет любого животного. Но, тем не менее, оно облучено информацией этого сердца, то по закону резонанса, соответствия, как древние говорили, подобное укрепляется подобным. Значит, вот этот белочек примет информацию сердечную и попав в организм, он уже начнет, как бы сказать, встраиваться в мышцы сердца. То есть, он начнет его подпитывать, в основном. Конечно, он и переварится, и в другие дела пойдет, которые нужны для организма. Но, тем не менее, он будет использован в основном для укрепления сердца. Поэтому нам надо взять белок. Мы с вами берем ножичек. Желток нам не нужен, но, тем не менее, мы его можем использовать. А вот белок нам нужен. Аккуратненько мы с вами отделяем белочек от желтка. Вот. Отделили. И сюда. Другое яйцо берем. Лишнее вынимаем. То, что у нас упало. Опа. Белочек нам нужен, как строительный материал для сердечной мышцы, полноценный причем. И вы знаете, среди всех белков ценится больше всего это куриный белок. Даже не молочный, хотя с молочного тоже может все образовываться. Но, тем не менее, за эталон взят именно белок куриного яйца. Третье яичечко мы с вами берем. Опа. Белочек взяли. Желточек отделили. Мы с него еще что-нибудь приготовим. Или сделаем маску для кожи. Очень полезную. Вот. Итак, мы с вами отделили белочек, как вы видите. У нас уже прошло время 10 минут. Приготовились наши сердечки. Они тут пропитались. Лучком, фитонцидами. Лука, сметанки. И специями, которые были здесь. Так. Теперь я хочу еще, знаете, сделать, чтобы, как бы сказать, у нас это не просто было в основном белковое такое блюдо. Белок лучше всего усваивается с овощами. Поэтому я хочу еще использовать такую поджарочку с лука. То есть нам лука надо побольше. Для чего? Как я уже говорил, с одной стороны лук способствует тому, что он своими жгучими свойствами будет поддерживать все теплотворные функции, которые имеются у нас в организме. Начиная от работы сердца, продолжая страсть, это будет укреплять, значит, и половую функцию. Страсть – это функция теплоты, функция огня. И, наконец-таки, острота ума также зависит от того, насколько в вашем организме много природной теплоты, то есть особой теплоты. Вот, поэтому мы с вами возьмем лучок, порежем его, и пусть он у нас будет. Во время приготовления, естественно, часть там веществ, жгучих веществ, там разрушится, улетучится. После того, как уходит из него горечь, он становится сладеньким. То есть это то, что надо для того, чтобы упитывать и укреплять наш организм. Так, еще одну возьмем. Луковицу, очистим ее. Лучок есть, белок есть, сердечки у нас, значит, есть. И мы начинаем непосредственно приготовить. Мне бы хотелось это блюдо вообще приготовить на растительном масле. Но хозяйки мне подсказали, что лучше всего это сделать на сливочном масле. Мол, она будет там вкуснее. Но я не стал особо спорить. Итак, мы с вами берем сливочное масло. Много его не надо брать, но тем не менее. Теперь мы его ставим на плитку. Так, как она тут включается? У нас включается вот это. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, и ждем нагрева. Вначале я все поставил на плитку нашу, сковородочку с маслом. Для того, чтобы масло растопилось и сковородка нагрелась. И после того, как масло растопится, сковородочка нагреется, мы тогда выложим наши сердечки. Ждем. Все, начинает, начинает. Вы знаете, конечно, можно сказать, что я несу чушь. Скажем, откровенно, некоторые подумают. Но тем не менее, если я несу чушь, то можно учение о стволовых клетках отбросить вон. Учение древних, а подобное укрепляется подобное, также отбросить вон. И тогда останется, что вот белки, углеводы, все это как-то там укрепляется. Но если все это принято во внимание, и, кстати, наиболее, знаете, вот такие древние рецепты, наиболее действенные, причем по омолаживанию организма, по восстановлению органов, они как раз и жизнятся вот именно на таких вот соответствиях. Подобное укрепляем подобным, а не чем-нибудь иным. Вот, используем, значит, такой материал, который уже в своем эволюционном развитии еще не прошел до конечной стадии. То есть белок куриных яйца, он не остановился, там где-то в перьях цыпленка, в мышцах цыпленка. То есть эта стадия еще не была пройдена. Он находится в самом начале. И вот, когда мы информацией сердечной его облучаем, он принимает все эти, как бы сказать, параметры. Еще по-другому я скажу. Вот, например, если взять воду. Водичку мы берем и ее заряжаем. И вот смотрите, когда вода святая, то буквально-таки каплю или столовую ложечку воды ты добавляешь в стакан обычной воды, и она приобретает свойства святой. Точно и так же белок яйца – это материал, который может приобрести любое свойство, который мы ему навяжем, добавим. И мы как раз это с вами сделаем. У нас с вами растопилось. И теперь мы выкладываем наши сердечки. Выкладываем осторожненько так вот. Вот, выложили. Еще разок повторю, много не надо. Важно, чтобы информация с чего-то была передана на что-то. Теперь мы накрываем крышечкой и ставим дальше, пускай все будет тушиться. На это нам потребуется примерно от 10 до 15 минут. И обязательно надо все это перемешивать, чтобы ничто у нас не подгорало. Для этого мы воспользуемся специальной мешалочкой. Итак, у нас процесс пошел. Зашкварчало. Мы здесь перемешиваем. Накрываем крышечкой и ждем. Посмотрим, что у нас здесь получается. О, процесс у нас подошел, можно сказать, к своему логическому завершению. Поэтому мы сейчас еще с вами добавим лучка, который порезали. И очень хорошо сюда добавить еще болгарского перчика. Зачем добавить болгарского перчика? Дело в том, что здесь содержится такой микроэлемент кремний, который делает наши сосуды более эластичными. Важно, чтобы наше блюдо получилось не столько крахмалистое, сколько больше овощное, белково-овощное, но не белково-крахмалистое. В этом-то и суть раздельного питания. Тогда все будет усваиваться хорошо, перевариваться отлично, и, главное, никакого бремени во время перещаварения вы испытывать не будете. Итак, мы добавляем. О! Так. Пускай все это потушится, чтобы лучок утратил свою жгучесть. Вот. Накрываем. Опа! Горячо. И ждем еще примерно минутки две. Минутки две мы с вами подождем, и после этого мы зальем белочком, чтобы он начал свою работу. так, время идет. Надо помешать. И, кстати, мы используем вот этот, как бы, соус такой, из сливочного масла, сметаны, для того, чтобы наши сердечки стали более эластичными такими, чтобы они приготовились и мясо стало более таким нежным. Почему? Потому что, знаете, вот на грудке одно мясо, на ножках другого мяса. А вот сердечко, оно состоит из волокон совершенно иного мяса, и поэтому оно более такое жесткое и требует, естественно, гораздо большего времени приготовления. И тогда вы съедите. Хорошо вам будет, приятно его жевать. А так оно будет жесткое. Теперь мы с вами добавляем белок. Добавляем белочек. Увеличиваем огонь. Мешаем регулярно и смотрим, следим за процессом. Контролируем его, а приготовилось оно или не приготовилось. О, белочек уже яйца у нас свернулся. Лучок потерял свою, которую мы добавили, он потерял свою горечь. И блюдо практически готово. На его приготовление у нас с вами ушло примерно 30 минут. Чтобы оно быстрее остыло, мы с вами его выкладываем на тарелочку. И кушаем, пока оно еще теплое. Не надо оставлять блюдо, чтобы оно остывало, потом мы будем есть. Оно уже перестает обладать теми целебными качествами, которые были у него в самом начале приготовления. А тем более, когда мы повторно его будем разогревать. Ах, вкусотища какая! Все, иду есть. Доброго вам здоровья! Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч! Со второй половины 2010 года я самостоятельно издаю интернет-газету «Малаха-про». Ее главная цель – помочь всем желающим в освоении здорового образа жизни. Здесь теория и практика самоздоровления, обсуждение и разбор народных методов лечения, ответы на вопросы и многое-многое важное, полезное и нужное. В заключении замечу, сейчас куча врачей, больниц, лекарств, а люди стали болеть еще больше, если не сказать повально. И все из-за того, что ничего не хотят знать о собственном здоровье, как его сохранять с помощью простых, общедоступных методов. А в интернет-газете «Малаха-про» об этом рассказываю я простым и понятным языком. Доброго вам здоровьица! Я работаю на двух сайтах генеша.ру и «Малаха-про». Последний сайт «Малаха-про» полностью мой. Здесь имеется библиотека моих книг. Выставлено более тысячи статей для бесплатного чтения к поведению здорового образа жизни. Здесь вы можете подписаться на мою интернет-газету «Малаха-про», которую я сам регулярно издаю со второй половины 2010 года. Здесь же находятся и видео моих лекций, передачи «Целебная кулинария». Все это для вас. Заходите, смотрите. Пользуйтесь!